Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами я, адвокат Алексей Цветков и телевизионный проект «Правовая среда». Гражданин нашел в поликлинике мобильный телефон и забрал его себе. Сим-карта из телефона была выброшена, а сам телефон с сим-картой нового хозяина стал использоваться по назначению. Но вскоре раздался звонок из полиции. Как выяснилось, собственник пропавшего телефона обратился с заявлением к правоохранителям, и по заявлению были проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили установить местонахождение телефона, а соответственно и лицо, у которого оно находилось в пользовании. Гражданин во всем сознался, вернул имущество, рассказал обстоятельства, при которых он нашел телефон, но было уже поздно. По факту пропажи телефона было возбуждено уголовное дело, и лицо, у которого он был обнаружен, было привлечено к уголовной ответственности. Как же, на первый взгляд, безобидная находка может обернуться уголовным делом и судимостью. Итак, тема сегодняшней передачи – как отличить находку от кражи. Возвращение найденного имущества хозяину – это вопрос не только личных моральных качеств, но и закона. Гражданский кодекс гласит, что нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, и возвратить вещь. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему собственника помещения или транспортного средства. После передачи имущества, лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. Таким образом, в ситуации, в которой гражданин нашел в поликлинике мобильный телефон, ему необходимо было обратиться в регистратуру и желательно составить акт передачи вещи. Тогда бы к ответственному лицу учреждения перешли обязанности, нашедшего вещь. Если имущество было обнаружено не в замкнутом пространстве, а, к примеру, на остановке общественного транспорта, хозяин вещи и его местонахождение неизвестны. Нашедший имущество обязан заявить о находке в полицию или органы местного самоуправления. Необходимо понимать, что потерянная вещь и забытая вещь – это разные понятия. Брать забытое имущество – это воровство, а оставить себе потерянное – это хоть и нарушение закона, но не влечет за собой уголовную ответственность. У потерянной вещи есть два отличительных признака. Первое – она оставлена в месте неизвестному хозяину, и второе – она не имеет идентифицирующих признаков. Например, если вы нашли в лесу часы, они будут потерянные вещи. Это находка. А если вы нашли в лесу автомобиль, то это уже не будет считаться находкой, так как хозяин оставил машину без присмотра, но не потерял ее. Споры о том, что является кражей, а что является находкой, довольно долго велись в юридическом сообществе. В апреле 2017 года Верховный суд высказался по поводу того, в какой ситуации находку телефона можно квалифицировать как кражу. Уголовное дело, решение, по которому обжаловался в Верховном суде, касалось того, что гражданка нашла сотовый телефон стоимостью более 23 тысяч рублей и присвоила его себе, вместо того, чтобы попытаться его вернуть. По делу есть доказательства. Они говорят о том, что владелец телефона пытался его найти, совершал звонки на этот телефон, пытался понять, кому в руки он попал. Но новая хозяйка, новая владельца этого телефона, которая нашла его, не стала отвечать на звонки, во всяком случае не предприняла никаких попыток для того, чтобы вернуть вещь законному владельцу. Эти действия Президиум Верховного суда счел уже кражей. То есть практика до этого была довольно разной, но все-таки больше судов, в том числе и судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда склонялась к тому, что не активные действия, а просто находка не может образовывать состав кражи. Однако в этой ситуации Президиум пошел по другому пути и ориентирует таким образом, что в каждом деле обстоятельства могут быть разными, и их необходимо выяснять. Если человек находит дорогостоящую вещь в каком-то замкнутом пространстве, в торговом центре, кинотеатре, в медицинском учреждении, и просто тихо, безо всяких угрызений совести, присваивает себе ее и начинает ей пользоваться, или реализует ее, то такие действия могут говорить о его злом умысле. Таким образом, его действия также могут квалифицироваться как кража. Если обстоятельства дела говорят о том, что находка, например, ноутбука произошла где-нибудь в лесу, без признаков идентификации, которые позволяют найти человека, которому этот предмет принадлежит, то тут уже, конечно, намного сложнее говорить о том, что человек совершил кражу, даже если он эту находку не отнес в полицию или местным властям. Во всяком случае, закон никого не обязывает расклеивать листовки или объявления о том, что нашлось какое-нибудь имущество, и это будет целиком на совести нашедшего. Теперь вы знаете, что даже не залезая никому в карман, а просто найдя телефон, можно оказаться на скамье подсудимых. В студию телеканала поступил вопрос от телезрителей следующего содержания. «Я хочу организовать автомойку. Какие документы нужны для этого и куда обращаться за разрешением?» На данный вопрос ответит помощник Владимирского природоохранного прокурора Татьяна Логинова. Сразу скажу, что для разных моек требуется различный пакет документов. Сначала мы рассмотрим те мойки, которым, так сказать, повезло. Они находятся на территории города, имеют возможность забирать воду из центральной системы и имеют возможность также подсоединиться к системе теплоснабжения. Говорим о них. Итак, во-первых, что нужно, это паспорта на образующиеся отходы. Отходы образуются у всех. Для моек это, как правило, твердые бытовые отходы, это осадки от сточных вод. На все эти отходы в заключении пятого класса опасности нужны паспорта. Во-вторых, все мойки, как и большинство других юридических лиц, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Да, размещают отходы. Там часто приходят люди и говорят, но я же отходы передаю, например, у НР-17, Чистый город и так далее. Они отвечают за отходы. Это не так. То есть федеральный закон говорит о том, что за отходы отвечает тот субъект, у которого они образовались. И паспорта, и плату за негативное воздействие как раз платит тот субъект, который отходы образует. Итак, если мойка, как мы говорим, оказывает негативное воздействие, соответственно, раз в год такой хозяйствующий субъект вносит соответствующую плату за размещение отходов. Кроме того, такой хозяйствующий субъект обязан поставить свою мойку на учет как объект негативного воздействия. Это вот еще два документа, которые должны быть. Ежегодно в январе до 15-го числа всех хозяйствующих субъектов, у которых образуются отходы, обязаны сдать отчетность Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Это минимальный пакет документов. Теперь поговорим о тех мойках, которым повезло меньше. Предположим, у нас нет центральной системы водоснабжения и приходится забирать воду из артезианской скважины. В таком случае необходимо оформление лицензии на недра. Опять же, приходят люди и спрашивают, почему так? У меня на участке такая же скважина, и я забираю воду, пью, поливаю огород без такой лицензии. А почему лицензия нужна здесь? Федеральный закон у нас определяет различные требования к физическим лицам и к хозяйствующим субъектам. Еще раз обращаю внимание, если у нас автомойка забирает воду из скважины, используется ее для мытья машин, для охозбытовых целей, в таком случае оформление лицензии обязательно. Опять же, бывает так, что у нас мойка не имеет возможности подключиться к центральной системе теплоснабжения и вынуждена отапливать себя сама. В таком случае, даже если мойка используется элементарный бытовой котел, работающий на газу, на дровах и так далее, необходимо оформление разрешения на выброс. И тут же снова, обращая внимание, приходят люди и говорят, в деревне бабушки топят печки, топят такие же котлы, не имея подобных разрешений. Да, это так. В данном случае аналогичная ситуация с лицензией на недра. Федеральный закон проявляет разные требования к хозсубъектам, к физическим лицам. Если хозяйствующий субъект использует любой источник выброса, котел, газовый, дровяной, на пилетах и так далее, оформление разрешения на выброс обязательно. А закончить нашу передачу хотелось бы словами Бернарда Шоу. Вор не тот, кто крадет, а тот, кого поймали. С вами был адвокат Алексей Цветков. Берегите себя и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!